Добрый день, меня зовут Гецман Антонина Владимировна, я главный врач клиники премиум-класса для детей и взрослых Дентал Фэнтези на проспекте Мира. Сегодня хочу рассказать вам об особенности лечения подростков. На самом деле очень интересен этот момент тем, что с одной стороны подростки имеют уже вполне себе взрослые зубы, и казалось бы, зачем им нужен специальный детский стоматолог. А при всем при этом мы, приводя ребенка в возрасте от 9-10 до 16 лет, часто слышим о взрослых стоматологах, вам нужно пойти к специалисту, который занимается именно лечением молодых постоянных зубов. С чем это связано? В первую очередь основная сложность лечения данных зубов в том, что они еще действительно молоды. Это значит, что у них не полностью укрепленная минерализованная эмаль зуба, у них не сформированный корень, и у них большое количество объема внутри заняты нервом зуба. Это значит, что при незначительной клинической ошибке нам придется удалять нерв. И это неверный подход. В нашей клинике для лечения подростков мы в первую очередь уделяем огромное внимание диагностике. Для этого у нас есть различные рентгеновские снимки от типичных двухмерных плоских снимочков, которые мы привыкли в обычной поликлинике, до трехмерного снимка черепа. И это потрясающий объем информации, который не позволяет нам ошибиться. Безусловно, не каждому ребенку нужно рентгеноблучение, и я думаю, что вы с этим согласитесь. Поэтому наши специалисты владеют специальными методами сканирования, которые позволят найти кариес на начальном этапе, не прибегая к рентгену-диагностике. Ну и второй момент – это визуальный контроль, осмотр. Как можно глазом, который есть у человека, рассмотреть все детали и определить, глубокое поражение в зубе? Или нам только так показалось? Человеческая система глаза не идеальна, поэтому мы не можем полагаться на такой субъективный метод диагностики. Мы в клинике Дентал Фэнтези прибегаем в таком случае к лечению с микроскопом. При использовании микроскопа мы можем видеть зуб, увеличенный до 25 раз. Это позволяет максимально точно и провести диагностику, с чего мы начали с вами наш разговор. И, соответственно, лечение – ведь это второй очень важный момент. Мало знать, что нам нужно лечить, мало знать, как мы должны это сделать. Нужно реализовать идеальный план лечения для того, чтобы молодой зуб молодого человека или молодой девушки доформировался, укрепился и служил так долго, как возможно. Потому что свой зуб – это свой зуб. Поэтому наши специалисты в клинике Дентал Фэнтези на проспекте мира, которые работают с подростками, делают все возможное для того, чтобы с минимальным потерем твердых, здоровых тканей зуба, с максимальным очищением твердых тканей зуба от микроорганизмов спасать и обеспечивать продолжительный срок службы таких зубов. Пожалуйста, помните, что человеческий организм в разном возрасте имеет свои особенности. Поэтому в нашей клинике существуют различные специалисты. Детские стоматологи, занимающиеся лечением именно молочных зубов. Стоматологи, занимающиеся лечением подростков с их молодыми, несформированными постоянными зубками. И, соответственно, специалисты, занимающиеся уже постоянными зубами, в постоянном прикусе, когда мы говорим о взрослых людях. Будьте здоровы! Ждем вас в Дентал Фэнтези! Чтобы записаться на прием в Дентал Фэнтези, нажмите на эту кнопку. Узнайте больше о том, как сохранить здоровыми зубы ваших детей. Подпишитесь на канал Дентал Фэнтези ТВ или выберите следующий видеоролик для просмотра. Стыдно признаться, но в стоматологию меня привела пятилетняя дочка Саша. Она так и сказала, папа, не бойся, там зубные феи. Феи там действительно были. Они ценят ответственную команду опытных врачей. Современное оборудование. Отличную диагностику. Эффективное лечение.